Здравствуйте! В эфире выпуск новостей, подготовленный журналистами общественного саянского телевидения. В студии для вас работают ведущая Элина Ульянова и оператор Юрий Кузьменко. Сегодня в выпуске. Саянск посетила с рабочим визитом министр культуры Ольга Стасюлевич. В зиме мэры городов и поселений и представители областного правительства обсуждали вопросы подготовки региона к отопительному сезону. В Саянске ведется работа по профилактике заболеваемости гриппом. Педагоги города проводят поквартирный обход для учета всех школьников. 24 августа Саянск с рабочим визитом посетила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич. Она встретила с работниками сферы культуры Саянской, Зимы и Зиминского района. Посетила строящиеся в городе объекты, побывала в Благовещенском храме. 24 августа Саянск с рабочим визитом посетила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич. Министр встретилась с мэром города Олегом Боровским и работниками сферы культуры городов Саянской, Зимы и Зиминского района. На встрече во Дворце культуры «Юность» министр рассказал о положении дел на территории области, о помощи и поддержке, которую оказывает министерство и губернатор Сергей Олевченко территориям. В последние три года ситуация с финансированием сферы культуры в регионе коренным образом изменилась. Если ранее это осуществлялось по остаточному принципу, то на сегодняшний день бюджет на финансирование сферы культуры в области увеличивался на 67%. Министр отметила тот факт, что в целом сегодня более половины бюджета области уходит в бюджеты муниципальных образований. Только вот сейчас, за эти три года нам удалось переломить эту ситуацию. Не в первый год, потому что нам нужна была документация от муниципалитетов, и муниципалитеты не готовили ее. Мы всегда запрашивали с вас документацию. И вот до сих пор многие ее не готовят. Почему? Потому что это стоит денег, муниципалитет напрягается, а потом ничего не происходит. Понимаете? И только сейчас эта ситуация в корне изменилась, и слава богу, у нас есть возможность вот такого распределения бюджетных средств, когда поддерживаются муниципалитеты наравне со столицей региона. Сегодня из областного бюджета учреждением культуры на территориях оказывается масштабная финансовая поддержка. В этом году на средства из области капитально ремонтируется и строится 24 ее учреждения культуры. В 37 выполняется текущий ремонт. Поддержка сферы культуры – одно из приоритетных направлений работы правительства региона и губернатора Сергея Левченко. Мне вообще многие мои коллеги завидуют и говорят, что мы вообще тут в Иркутской области жируем, потому что у вас вот деньги есть, и вы строите. Не строят ни в одном регионе столько, сколько мы сейчас строим в культуре. Ни в одном. Сегодня отметила министр – предстоит сделать очень многое. За долгие годы в сфере культуры накопилось много нерешенных вопросов и проблем. Это и ремонты, и строительство, и реконструкция, и оснащение учреждений культуры. Нам нужны типовые проекты, нужно строить массово, ремонтировать, сносить очень много старого, что невозможно уже восстановить. Понимаете, вот очень многие годы мы просто ничего не делали. Саянск отличается среди других городов области. Наибольшей активностью отметила Ольга Константиновна. К примеру, сегодня при содействии области в городе реализуется масштабный проект по строительству школы искусств. В этом году впервые из областного бюджета стали осуществлять финансовую поддержку по оснащению школ искусств инвентарем и оборудованием. Для этих учреждений уже закуплено 18 кабинетных роялей и других инструментов. В мае этого года президент страны подписал указ о национальном проекте «Культура». Этот проект будет реализован по нескольким направлениям, на которые будут направляться федеральные средства. На 2019 год Иркутская область попросила на реализацию проекта 405 миллионов рублей. Подготовка региона к отопительному сезону. Этой теме была посвящена встрече мэров муниципалитетов с представителями областного правительства, которая прошла в зиме. Выездное совещание по подведению итогов подготовки к отопительному сезону под председательством министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артура Сулейманова состояло в зиме на минувшей неделе. Мэром Саянской Олегом Боровским на встрече был поднят вопрос о необходимости субсидирования не отстающих, а передовых муниципалитетов. Действительно, единую коммунальную дотацию должны получать не развалившие свое хозяйство, а передовики в сфере ЖКХ. Навел порядок в коммунальном хозяйстве, можешь использовать высвобожденные средства на другие цели в системе ЖКХ без сокращения субвенции. Так, Саянск никогда не обращался за получением субсидий по теплоснабжению, а вот реальная помощь в реализации проекта по водоотведению городу необходима. Я был приятно удивлен, что у нас 600 миллионов дней освоенных средств. Когда мы в Ореб выпрашивали сумму, дали и градку, нам дали только на первый этап. Но сейчас, правда, добавили нам еще остальную сумму на второй этап, но это же уже август месяц. Это могло было быть решено и в июне, и в июле. Но водоканал освоит. Ну, как-то вот такие вопросы. Но главное, что теперь у нас есть надежда за следующий год и улицу Советскую воду заменить, и вообще по городу заменить все на полиэтилен. На встрече не были затронуты злободневные для Саянского опроса, в частности, по утилизации и хранению ТБО. Эта тема будет обсуждаться на встрече с губернатором Аркутской области Сергеем Левченко, визит которого в Саянск запланирован на 30 августа. В Саянске проводятся мероприятия по учету детей, обучающихся в образовательных учреждениях. Педагоги города проводят поквартирный обход. В настоящее время специалистами образовательных учреждений Саянска осуществляется сбор данных о детях, проживающих на территории соответствующего микрорайона школы. Традиционно в конце августа педагогические работники проводят поквартирный обход закрепленных за ними территорий и ведут перепись. Обучающихся в данном и других образовательных учреждениях всех типов и видов. Детей, достигших с начала учебного года возраста 6-7 лет и подлежащих приему в первый класс в наступающем и следующем за ним учебных годах. Граждан, не имеющих основного общего образования и не обучающихся в нарушении закона. А также не получающих образования по состоянию здоровья. Работа предстоит педагогам немалая и специалисты управления образования просят горожан о содействии. К слову, в прошлом учебном году в Саянске обучалось 5 тысяч человек. В нынешнем планируется не менее этого количества. Может быть даже некоторый прирост человек на 60-70 пока по предварительным данным. То есть, исходя из того, сколько у нас выпустилось 11-х классов, сколько у нас 9-ти классников продолжат обучение, планируют в 10-м, сколько уйдет в учреждения среднего профессионального образования. И исходя из того, сколько выпустили детские сады из подготовительных групп детей, у нас пока рисовывается предварительная цифра, она, конечно, будет корректироваться 5 тысяч 70 человек. Окончательные итоги комплектации будут подведены в сентябре. Совсем скоро наступит холода, значит, возникнет угроза распространения ОРВИ и гриппа. В Саянске полным ходом ведется профилактическая работа, цель которой – не допустить роста заболеваемости и эпидемии. В Саянске начатая профилактическая работа направлена на снижение числа заболевших гриппом и ОРВИ и в эпидсезон. Сезон заболеваемости начинается в сентябре и длится по апрель. «Благодаря вакцинации, которая проводилась в прошлом году, индикативный показатель, мы достигли 42,6%, что очень хорошо. То есть, по сравнению с 2016 годом, он, конечно же, выше. В 2016 году мы достигли показателя вакцинации населения города Саянска 40%. То есть, в прошлом году было уже 42,6%. Благодаря этому не было зарегистрировано ни одного случая гриппа». Вакцинация с ОВИ гриппом начнется с 1 сентября. В ходе прививочной кампании текущего сезона установлен план достичь индикативного показателя 45%, что позволит сократить число заболевавших ОРВИ и избежать случаев заболевания гриппом. Особое внимание будет уделено лицам группы риска, работникам сферы медицины, образования и транспорта, школьникам пожилым. «Всего будет привито в этом году, за период 2018 год получается, вакцинация против гриппа будет привито 117 526 человек. То есть, для города Саянска, учитывая население, грубо говоря, 39 тысяч, 38 с копейками, то есть, это достаточно хороший показатель. И, конечно же, он будет достигнут». Руководителям предприятий следует позаботиться о приобретении вакцины против гриппа. Родителям не следует отказываться от прививок к своим детям, ведь грипп – опасное вирусное заболевание, которое чревато осложнениями, напоминают специалисты. Праздники дворов стали уже доброй традицией в Саянске и собирают множество участников. На этот раз такой праздник проходил во дворе дома номер 69 микрорайона «Юбилейный». Организаторами его выступили жители микрорайона и активисты Союза инициативной общественности города. Активисты Союза инициативной общественности Саянска провели третье мероприятие в рамках проекта «Семейный дворик». На этот раз был праздник двора, который проходил у дома номер 69 микрорайона «Юбилейный». Подобные встречи объединяют неравнодушных и творческих людей города, дают возможность продемонстрировать свои творческие достижения, с удовольствием пообщаться и хорошо провести время. Интересная программа, нравится. Увидели много интересных поделок. Музыка нашего возраста может постарше. Детям самое главное интересное, бабульки даже с ягодами сидят. Безусловно, важное мероприятие в жизни нашего двора. Мы очень благодарны организаторам этого праздника. Очень благодарны. Самый главный наш организатор, старшая по дому Солодкова Людмила Петровна. Задействовала всех ребятишек и в подготовке этого праздника. И все художники активизировались. Это же не просто сейчас один день, а это длительная работа была проведена. Но и сегодня все счастливы, все довольны. На мероприятии звучали прекрасные стихи и чудесные музыкальные композиции. Были представлены на выставке работы мастеров Саянского Арбата, порадовав маленьких детей и традиционное выступление артистов кукольного театра. «Оп, попалась золотая рыбка! Да нет, не рыбка золотая, а дракон я пучеглазый!» «Мне нравится, как там поют музыканты и как играют актеры». «Мне нравится спектакль, выступали, что мне понравилось. Все красиво пели». 9 сентября, в день выборов депутатов законодательного собрания Иркутской области, в Саянске будет организовано надомное голосование. Как правило, избиратели голосуют на дому по состоянию здоровья. Этой возможностью пользуются и люди с инвалидностью. Законом определена категория избирателей, которые имеют право проголосовать, не приходя на участок. Это люди, которые не могут прийти по состоянию здоровья, люди с инвалидностью, находящиеся под домашним арестом или в СИЗО. В настоящее время члены территориальной избирательной комиссии Саянска уточняют количество таких избирателей, составляют списки. «Будут составляться, уточняться и заявления собираться в стационарах больниц, в нашей городской больнице, если на этот момент человек действительно тяжело болен, либо сделана операция и он не может прийти на свой участок, то есть эти территории будут прикреплены к определенному избирательному участку». Избиратель, у которого есть уважительная причина не приходить на избирательный участок, должен написать письменное заявление о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования, либо прийти в свою участковую комиссию, либо обратиться устно, позвонив в свою участковую комиссию. Это можно сделать как лично, так и при помощи других лиц. «С даты начала работы и по день голосования 9 сентября до 14 часов будут приниматься заявления при желании проголосовать на дому по состоянию здоровья». По данным на начало июля 2018 года в Иркутской области проживает более 215 тысяч избирателей, являющихся инвалидами со стойкими нарушениями функций организма. Из них более 2 тысяч проживают в Саянске. Все лето работники коммунальных служб занимаются благоустройством территории Саянска. Они убирают мусор, подметают тротуары, ухаживают за клумбами. Кроме прочего, буквально через каждые две недели они скашивают траву, которая высоко поднялась к концу лета. Продолжаются мероприятия по подготовке города к зиме. Так, 15 августа работники ООО «Чистоград» начали покосы травы на всех основных центральных улицах Саянска. Планируется в течение месяца выкосить, сгрести и вывести траву. Помимо придания более эстетического вида улицам города, эта мера необходима еще для того, чтобы ближе к весне с таянием снежного покрова на сухой траве было меньше возгораний. Чтобы меньше было по городу возгораний, обкашиваем. Приходится за один раз по городу проходить порядка 304-305 тысяч квадратных метров покосов. Это все основные центральные улицы, плюс прилегающие, что находятся в виде администрации. Своеобразную помощь работникам оказывают сами горожане, которые самостоятельно вывозят скошенную траву. Кто-то на корма для кроликов, кто-то для другого домашнего скота. Причем саянцы порой удивляют своими домашними питомцами. Полигон строительных отходов туда возим. Ну порой по просьбам трудящихся, вот у нас в третьем микрорайоне лошадей держат, туда ему отвозим, так как он уже в возрасте после болезни попросил, возим ему. Бытует мнение, что сегодня книгу заменили телевизор и интернет. А современных детей заставить читать классическую литературу просто невозможно. Это не так, говорят продавцы книжных магазинов. Как и прежде, книги покупают, читают и дарят люди всех возрастов. Новинки осени, потому что все, что мы оставили позади, любовные романы. Новинка нашего, так сказать, земляка, называется «Я вам необходим» Евгения Евтушенко. Борис Акунин выпустил книгу «История российского государства, часть Европы». Стивен Кинг, Рэй Брэдбери, Паула Коэли, Ремарк по-прежнему саянцы зачитываются любимыми авторами, предпочитая тексту на экране, живую, пахнущую бумагой и краской книгу. Люди с удовольствием приходят и покупают, и выбирают у нас книги. Молодежь читает, у нас балом, повально прям идет за современные литературы по бизнес-психологии. Читают не только молодежь, но даже иногда удивительно, а пенсионеры приходят и покупают такую литературу. Большой популярностью пользуются тоже семейная психология, психология отношений между родителями и детьми, между мужчиной и женщиной. Но подростков, девушек сильно привлекают любовные романы. Несмотря на высокую цену, новинки стоят порядка 700 рублей и выше, книги покупают и в качестве подарка, и, так сказать, для души. Сейчас такие новинки, как графические романы. Раньше они назывались комиксы. Поэзию предпочитают женщины в возрасте уже. Очень такие красивые бабушки к нам ходят, которые Ларису Ирубайскую читают. И стихи из Зенина спрашивают. Некоторые даже... Леонида Филатова бабушки своим внучкам в подарок выбирают. Вот сказ про Федута Стрица удалого молодца. Сегодня редко в какой квартире увидишь стеллажи и шкафы снизу доверху набиты книгами. А ведь два десятилетия назад иметь хорошую библиотеку в доме считалось хорошим тоном, признаком интеллигенции. Но временные изменились. Книга перестала быть главным источником впечатлений. Однако опасения, что телевизор и компьютер вскоре вовсе вытеснят книгу из общественной жизни, к счастью, не оправдываются. 1 сентября команда волонтеров Саянска планирует проведение очередной ярмарки для детей из школы-интерната. Волонтерам требуется помощь горожан. Несколько десятков детей и подростков от 7 до 17 лет проживают сейчас в коррекционной школе-интернате Саянска. Вместе со всеми школьниками страны 1 сентября они отметят День знаний. Но подготовка к школьным занятиям у семейных детей и тех, кто остался без попечения родителей, конечно же, различается. Если первые с радостью идут в магазины, с удовольствием выбирая яркие альбомы и тетрадки, то ребятня из интерната такого удовольствия лишена. Мы хотим провести школьную ярмарку, на ней ребятишки за школьные знания будут получать баллы. На эти баллы они могут приобрести для себя какую-то канцелярию. Все равно же очень интересно, когда ходишь, выбираешь что-то для школы, хочется даже как-то больше желания есть учиться, развиваться. Чтобы праздник запомнился, стал более ярким и интересным, естественно, нужны подарки. Помочь собрать красивую оригинальную канцелярию, наборы для рукоделия и творчества, книжки и игрушки волонтеры просят горожан. Ну, помимо того, что нам нужна канцелярия, возможно, есть неравнодушные люди, которые хотели бы принять участие в этой ярмарке, помочь нам в организации, помочь справиться с ребятишками, все-таки их там много, весь интернат. Суть работы там несложная, мы все объясним, во всем поддержим, все расскажем, подскажем в случае чего. Всех, кто хочет оказать содействие в проведении ярмарки и предоставить подарки для школьников, волонтеры просят до 31 августа связаться с организаторами мероприятия по телефону 8 904 146 89 03. 28 августа празднуется Успение Пресвятой Богородицы. Молитвы в этот день имеют особое значение, потому что этот великий праздник символизирует спасение и любовь. Успение Пресвятой Богородицы – великий праздник в этом году, который отмечается 28 августа. Это светлый день, который уважает каждый православный верующий, в народе часто называют Второй Пасхой, ведь в этот день Дева Мария покинула земную жизнь и взошла на небеса к Господу и Сыну Своему Иисусу Христу в сопровождении ангелов и святых. Известно, что слово «успение» имеет два значения и может трактоваться как смерть или сон. Для христиан это слово имеет особый смысл и означает восхождение в Царствие Господне. В этот праздник именно люди просят, чтобы в этом году, то есть в этой жизни у них все было хорошо, потому что с молитвой Бога и с помощью Божьего ничего не может быть. Молитва в этот день имеет особое значение, потому что этот великий праздник символизирует спасение и любовь. К «успению» приурачивали так называемые обжимки – праздник жатвы хлебов. На следующий после «успения» день, 29 августа, отмечается ореховый или хлебный спас, именуется который так в честь традиции собирать в это время лето орехи и завершать жатву хлебов. Несколько дней осталось до начала нового учебного года. К этому событию готовились не только педагоги школ, но и воспитатели и родители детских садов Саянска. Как всегда, встретят они малышей цветущими лужайками, обновленными помещениями, чистотой и уютом. К началу нового учебного года готовились не только коллективы школ, но и специалисты детских дошкольных учреждений Саянска. И сегодня все они готовы встретить своих воспитанников в обновленных, уютных, сверкающих свежей покраской и чистотой помещениях. Готов к новому сезону и один из любимых детворой Саянских садиков с ласковым названием «Василек». Приоритетным направлением работы специалистов этого учреждения является воспитание у малышей любви к своему детскому саду, к своему родному Саянску. Наш детский сад, у него основное направление работы нашего детского сада – это гражданско-патриотическое воспитание. Ну и, как известно, гражданина мы воспитываем, начинаем с семьи, любовь к детскому саду, затем идет любовь к городу, к родному краю и ко всей стране. Здесь устроена своя экологическая тропа, на которой птичий дворик, фитополянка с настоящими грибами, настоящий живущий собственной жизнью, муравейник, аккуратный огород. Дети старательно ухаживают за кабачками и морковкой, наблюдают за насекомыми и птицами. Как на тропе ориентироваться, подсказывает специальная карта. Условными обозначениями здесь отмечены кустарники, деревья, растения. А еще в детском саду есть проект «Деревья нашего двора». Ребята знакомятся с видами деревьев, которые на территории детского сада очень много. Есть даже настоящий дуб. Несмотря на сибирский климат, дерево прижилось и растет не хуже других. У нас растет уже 6 лет дуб. Привезен он из Оренбурга. Желудь был привезен, и из него вырос дубок. Гордость Василька «Полянка для отдыха» – это настоящий оазис красоты. Голубой искусственный водоем, лебеди, цапля, скамейки для отдыха создали эту красоту педагоги в содружестве с родителями воспитанников. В зоне отдыха на территории дошкольного учреждения у нас был проведен конкурс проектов. Участвовали в нем тоже родители. И вот самые интересные моменты мы воплотили в одну большую идею, которая получилась сказочной, замечательной. На этой территории дети могут вместе с родителями после детского сада отдохнуть, погулять, поделиться какими-то впечатлениями. Они не спешат, ребятишки, отсюда уходить. Центральное место в детском саду занимает сказочный уголок. Посетители детского сада встречают Мальвина и Пьеро. А живут они под сказочным зонтиком. Ну и, конечно же, отдельное слово о цветах. Их множество. И в эти благодатные дни августа они создают яркий, пестрый, ароматный ковер. Последние деньки августа радуются янцев теплом и солнцем, энергией которого надо запастись спрок. Ведь уже в первых числах сентября ожидаются дожди. Вот и подходит к концу медовый, спелый, благодатный август, знаменует который конец лета. Цветы благоухают, но уже начинаются первые листопады. Дни стоят жаркие, но темнеет заметно раньше. Август на дары щедр. Во всю ведется сбор урожая, теперь самый разгоржатвы. Народ этому месяцу дано название серпень, жнивень. В августе варится, а в сентябре на стол подается, в августе каторга, но после будет мятовка, говорили в народе. Богат август праздниками, спасами, последние из которых ореховые, знаменит окончание жатва хлеба. Согласно народным приметам, коли грибов в августе много, то и хлебов будет много. Если в лесу появились опята, значит лето закончилось. 28 августа – конец Успенского поста, начало бабьего лета. В этот день ласточки улетают в теплые края, а солнце начинает засыпать. Это начало осени. Погода в конце последнего месяца радует теплом, однако совсем скоро зарядят дожди. Ливни ожидаются 29 и 31 августа. Небольшие дожди будут и в первую неделю сентября, хотя в День знаний погода будет благоприятствовать нарядным школьникам. Это все новости, о которых мы хотели рассказать вам сегодня. Всего вам доброго. До свидания.